Поучаствовавший в сегодняшнем полуторачасовом митинге народ подтягивался к центральной площади города по заранее установленному и согласованному с властями плану под охраной сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности профсоюзов. Именно так называли себя сегодня молодые люди в куртках снег с трехцветными повязками на рукавах. Народонаселение собиралось в местах формирования и строго согласно плану двигалось к площади. Участников против планировавшегося количества было меньше. В первой колонне от Уральского политехнического двигалось 250 человек вместо тысячи. Во второй от проходной вектора 79-го завода около полутора тысяч вместо двух. В третьей от здания Ургу около 60 человек без лозунгов и влагов вместо тысячи. В четвертой колонне НПО автоматики что-то близкое к планам около 500-700 человек. У главпочтамта собралось сегодня вместо двух тысяч 50 человек. Красные с такого же цвета флагами товарищи. Наиболее впечатляющее количество народа собиралось у завода Калинина. Эти же люди шли сегодня наиболее весело с гармошкой, песнями и криками «Ура!». Да здравствует солидарность трудящихся! «Ура!». Да здравствует Ураль Олександровича Зва! «Ура!». Нетрезвого народа, повторимся, сегодня замечено не было. По ходу движения колонн коммерческие киоски были закрыты. Водкой и прочими спиртосодержащими препаратами не торговали. Что касается расцветки лозунгов, то красных полотничьих знамен было сегодня примерно столько же, сколько лозунгов других цветов. Представители либерал-демократов в странном количестве, не больше 10 человек, несли люминесцентные и какие-то рейверские плакатики почему-то голубого и желтого цветов. Непонятно, почему к двум часам дня колонны стянулись к площади. Митинг пошел. Звучавшие сегодня на митинге призовые речи касались в первую очередь постоянных невыплат заработной платы, неспособности российского правительства решить проблемы народа и обязательно нужной, по мнению профсоюзных активистов, отставки правительства России. Лозунги выбирали сердцем, получили хрен с перцем, долой чубайса, накормили досыта, хотим кушать, верните заработную плату, дайте работы и денег, нет развала экономики. Народ, естественно, соглашался с выступающими, даже пытался читать стихи. Чиновники в креслах крепко засели, им наплевать, что вы не ели. Я пришел здесь сюда потому, что считаю необходимое участие в этой акции. Именно как представитель цехкома сюда нас направили, с каждого цеха поддерживать. Кушать хочется, денег нету, вот потому и пришла. Мои личные эмоции, президента в отставку действительно надо, ни одно правительство прием не сработает. Ну я бы добавил к тому, что выступающие тут говорили, я бы добавил единственное, что надо привлечь к суду и в тюрьму. Надо коренные меры менять. Мы пришли сюда потому, что мы уже 10 месяцев не получаем зарплату. Чубайс вам бумажки раздал, ваучер это громко сказал. На эту бумажку получишь, что хочешь, можешь пропить, если очень захочешь. Снежная, холодная и метельная погода пришедший на митинг народ не испугала. Кто-то карманы набил деньгами, нищими сделали нас с вами. Заводы закрыли, работы не дали, чтобы с голода вы умирали. Ну а что погода? Ничего страшного? Погода нет, нисколько не пугает. Сейчас уже не должно пугать ничего, потому что за нами дети, которые должны поддерживать то, что мы потеряли. Погода наша уральская. Родина бедная, родина милая, открой же глаза, перестань быть унылой.